Я только что говорил о том, что это реально исторические события происходят сейчас в России, события, которые попадут в учебники истории. История так или иначе рассудит нас с вами, по какую сторону мы находились. Вот этот вопрос из анекдота. Папа, а где ты был, когда в стране запрещали интернет? Его на самом деле обязательно зададут. Конечно, не в такой форме, но потомки нас спросят с того, чем же мы занимались, когда в нашей стране происходило все это безобразие. И подумайте над тем, что же вы будете отвечать на этот вопрос, потому что если вы стояли рядышком, то отвечать вам будет неприятно, честное слово. Вам будет неприятно, и окажетесь вы не на обочине истории, а на обочине жизни. Потому что единственная причина, почему вы не занимаетесь сегодня одной из сторон, это потому что вы боитесь. Это единственное, что вас сдерживает от того, чтобы прийти в новую искренность, когда здесь происходит облава, и попытаться защитить справедливость. Это единственное, что вас удерживает от того, чтобы выйти в одиночный пикет. Это единственное, что вас удерживает от того, чтобы сказать неудобную вещь в интернете. Это единственное, что вас удерживает стоять и молчать, когда вы наблюдаете какую-то несправедливость. Это ваш страх. На страхе счастье не построите. Смотрите, я нарочно сформулировал мысль таким образом, для того, чтобы не говорить, о какой стороне идет речь. То есть понятно, что я занимаю сторону. Но если вы не заняли ни одну из сторон, единственная причина, почему вы не сделали, это страх. Возможно, вам не нравятся существующие стороны, но тогда создайте свою. Но не занять сторону в таком очевидном конфликте вас может сподвигнуть только неуверенность, в себе только боязнь. А боязнь – чувство неблагородное. Из боязни не появляется вообще ничего хорошего. Боязнь отравляет жизни точно так же, как вы вините себя за то, что вы не сделали чего-то 10 лет назад, чего очень хотели, потому что испугались, да, и это могло изменить вашу жизнь. Точно так же вы будете жалеть сегодня, что боялись тогда, когда бояться было нельзя, что боялись тогда, когда от вас история и время, и ваша собственная жизнь требовали ответа, требовали поступка. Не бойтесь совершать поступки, вот избитая мысль. Вы не пожалеете о вещах, которые вы сделали, вы пожалеете о вещах, которых вы не сделали. Чем больше вы боитесь, тем больше и больше и больше вы ничего не делаете. И ваша жизнь просто пролетает перед глазами. Вам просто не о чем будет вспомнить, не о чем будет даже горевать. А горевать зачастую интереснее, чем смотреть в бездну собственной пустоты. Поэтому история происходит на наших глазах. Нам повезло жить в период, когда она есть, потому что есть периоды просто без времени. Мы живём в период, когда что-то происходит. Находиться на обочине этого происходящего — это участь труса, а не человека. Не бойтесь. Поверьте в себя, вступайте в гражданское общество, вступайте в либертарианскую партию, сделайте хоть что-нибудь, ну или будет мучительно больно, честное слово.